Марк, приветствую. Приехали специально в город Челябинск на плей-офф, чтобы посмотреть на своего уже знаменитого клиента Валерия Нечушкина. И не секрет, наверное, что уже даже скаут из зарубежных команд приезжает, да, вот сюда? Да, многие скауты из НХЛ приезжают смотреть Валерия в плей-офф. Он играет достаточно много, и они считают, что для того, чтобы определить его пригодность для НХЛ, они хотят увидеть, насколько он может играть среди взрослых и самых сильных игроков в КХЛ. Вот он забил в первом периоде прекрасный гол, опять красивый, он некрасивый не забивает, да, мы привыкли уже. Опишите вот этот гол с точки зрения, можно сказать, Северной Америки, потому что многие говорят, что эксперты затянут, что он не годится для НХЛ, не такой силовой игрок, но он габаритный, здоровый парень. Ну, тенденция последних лет доказывает, что для того, чтобы играть в НХЛ, габариты не нужны. Дело не в габаритах, дело в сердце игрока. И последние несколько лет очень много игроков маленького роста, которые прекрасно играют, если у них становый аппарат в порядке, они могут играть в смысле их головы в НХЛ, то они довольно успешно выступают. В отношении Валерия он чрезвычайно габаритный игрок, он крупнее практически всех игроков, которые играют в НХЛ. И, естественно, его вес только будет увеличиваться, поэтому говорить о его стиле, ему 18 лет, у него стила 18-летнего мальчика, эта сила очень быстро увеличится в геометрической прогрессии в течение, я думаю, одного года даже. Поэтому вопрос о его стиле не должен стоять. Может ли он играть или не может играть в НХЛ, я думаю, что только самый большой скептик может ответить это отрицательно. В отношении его забивания голов, я очень рад, что он использовал свой бросок сегодня, потому что вчера он его мало пользовался. Валерий не только может проехать все поле и завести шаг в ворот, он также обладает очень хорошим кистевым броском, который очень неожиданный, резкий и точный. И я думаю, что если он будет им пользоваться типа Овечкина из-под защитника, он забьет очень много голов в один способ. Насколько важно, что он играет в России до 20 лет? У него контракт-штрафы обещают на 2 года, потому что одно дело уезжать в НХЛ в 18, другое дело в 20, более зрелым. Я даже не могу ответить на этот вопрос, потому что на сегодняшний день, если бы мы планировали то, что произойдет сегодня в плей-оффе, я думаю, что никто бы нам не поверил, что Ничушкин забьет 6 голов на этой стадии плей-офф. И я думаю, что если мы поднимем результаты и статистику самых сильных игроков-выходцев из России, включая Пашу и Овечкина, и Малкина, и Ковальчука, я думаю, что мы вряд ли найдем подобную статистику, хотя я, может быть, ошибаюсь. А для вас стал тоже сюрпризом, да, что так? Конечно, это сюрприз. Играя в четвертой тройке, очень сложно получить достаточное время для того, чтобы забить такое количество голов. Ты не играешь в командах большинства, ты не играешь в командах меньшинства, ты не играешь 4 на 4 практически. Это очень сложно получить достаточное игровое время, особенно в плей-оффе, где твоя задача в первую очередь не пропустить. Твоя задача внимательно следить за своим краем для того, чтобы не было контратаки с твоей стороны. Твоя задача бежать назад и забирать шайбу, и бороться. При таких обстоятельствах очень-очень сложно атакующему, нападающему такой кричушке без существенного времени забить такое количество голов. Я думаю, что теоретически это невозможно, но практически получилось. Два последних вопроса задам уже. Первое, во-первых, как вам повезло найти такого бриллианта, потому что это большая удача для агента. Как вы начали сотрудничать? Я могу сказать, что обратил мое внимание на Валеру Николая Антоновича Бут. Это скаут из Ярославского локомотива, отец Антона Бута, знаменитого Антона Бута, который очень много лет и очень успешно играет в КХЛ и в России до образования лиги. Николай Антонович сказал мне, что, Марк, ты в этом игроке никогда не ошибешься. Когда Валерии было 13 лет, я ездил специально в Челябинск, познакомился с ним и с его мамой. Мы встречались, разговаривали, и после этого я еще несколько раз приезжал. 13 лет вы его? Совершенно верно. Я никогда не подписывал игрока. Мы уже подписали контракт, когда мы его трясли. Я с тех пор никогда и до этого никогда не подписывал игрока такого возраста, потому что это невозможно определить. Но в то время Валера, кстати, побил все рекорды. И если бы это была Канада, то ему уже прочили бы все достижения Марио Лемью и Сидния Кросби, поскольку он, будучи юниором, побил все рекорды региона. Я не помню, сколько там. В одном году у него были где-то 180 очков, что ли, в сезоне. Но об этом никто не знает, потому что в России, мне кажется, это очень сложно стать героем. Не следят. С таким уровнем игроков детей не следят. Я бы сказал не то, что не следят. Я бы сказал больше того, что наша пиар-машина не работает так, как она работает за рубежом, где своих ребят очень расхваляют с очень раннего возраста. И последний вопрос задам уже. Отставим в сторону Валера, потому что вы свою политику на драфте раскрывать не будете. Нам очень интересно, кто остальные вот эти ребята. Одно дело, когда идет на драфт Сидния Кросби, другое дело Сет Джонс, мы вообще не знаем этого защитника. Там есть сильные ребята? Есть очень сильные ребята. Я бы сказал, что первые 10 игроков будут, даже 15, это будет сильнее, чем обычный драфт. После этого, я бы сказал, что значительное идет отступление. И во втором раунде еще будет значительное отступление. Но первые 15 игроков довольно сильные. Я надеюсь, что Никита Задуров тоже будет одним из них. Ваш тоже? Нет, он не мой клиент, но мы говорим о русских игроках сейчас. Я его хорошо знаю, из хорошей семьи. Я считаю, что он достоин этого места тоже. И я думаю, ему проще это место. Но будут драфт, особенно в числе пяти первых игроков, конкуренция будет очень сильная. Я думаю, что на данный момент еще рано говорить, кто первый, второй, третий, четвертый, пятый. Понятно. Спасибо вам большое, Марк. Пожалуйста.